Всем привет! Меня зовут Ксения Ли. Я занимаюсь скраббукингом и очень люблю делать открытки в стиле чисто и просто. Новый год не успел закончиться, а уже впереди нас ждет новая череда праздников. День Святого Валентина, 23 февраля, 8 марта. И я уверена, вы уже начали подготовку к этим праздникам. Сегодня я хочу с вами поделиться открыткой, которую я сделала специально для исключительного совместного проекта. Всю информацию можете найти у меня в блоге. А сейчас приступим! Для меня все-таки, когда делаешь валентинку, это обычно форма сердечки или вообще какой-то очень маленький такой, очень личный подарочек в виде открытки. Поэтому я решила не делать огромную открытку формата А2, а сделать ее овальную. Поэтому я возьму вот такой вот нож от Сизик, самый большой овал, который есть в наборе, и вырежу два овала. У меня осталось вот два таких кусочка, я их выбрасывать не буду. Я хочу на них прям штамповать вот этих вот чудесных милых заек. Штамповать заек я буду чернилами мемента, потому что они не текут при соприкосновении с алкогольными чернилами. Хорошо покрываем штамп. Я выбрала для них серые оттенки, потому что мне кажется, что с розовым они будут являться. Зайк вырезал, но сейчас подумала, надо добавить им. Немного фактуры я хочу... В первую точку там, откуда у них начинают расти усики. Теперь пришло время заняться фоном для заек. Для фона я выбрала три оттенка Distress чернил. Spon Sugar, Big Raspberry, Seedless Preserves. И начну с самого светлого оттенка, Spon Sugar. Начну покрывать сверху. Я взяла нашу маску. Я взяла маску, которую сделала с помощью ножа и пленки. И теперь она служит для меня трафаретом. Я хочу создать эффект такого облачного пространства. Фон практически готов. Теперь мне хочется добавить сияние этой работе. Я буду использовать спрей от фабрики Décor. Жемчужный, белый. Потрясающая штука. Я уже пробовала. Она обалденно размывает капельки, таки оставляет разводики на фоне. Особенно здесь стресс чернилами. А если держать спрей достаточно далеко от работы, то тогда получаются такие очень нежные перламутровые переливы. Я не знаю, видно ли вам, но открытка стала потрясающего перламутрового цвета. Просто великолепного. Всем советую этот спрей. Я буду дальше его использовать в работах, в ночных работах, в большей степени с дистресс чернилами, с акварелью. Вы увидите и поймете, и влюбитесь в этот жемчужный спрей, так же, как и я, я уверена. Так как я большой фанат лунфон, их штампов, ножей, вообще всего, что они делают, сегодня все будет связано с лунфон. И штампы, которые я сегодня буду использовать для надписи, тоже этого же производителя. Называется Scripty Sains. Здесь есть чудесная надпись I love you. Мне очень нравится, как она написана. Сначала мы сделаем ее, а потом уже будем приклеивать зайка. Буду все штамповать опять черным, черными чернилами. Можно было бы сделать розовыми или фиолетовыми. Но так как зайки все-таки черным отштампованы, я решила подержать этот цвет. По моей задумке, один зайка поет, а другой к нему бежит на эту песенку. Поэтому, чтобы понять, что действительно здесь кто-то поет, я решила добавить скрипичного ключика и ноту. Теперь пора собрать открытку целиком. Я беру второй овал и бегаю где-то на сантиметра полтора сверху. И хорошо сгибаю. Чаще всего я в открытках использую двусторонний скотч, но сегодня, так как у открытки все-таки сложная форма, ее нужно соединить, и чтобы была возможность подвигать, я буду использовать жидкий клей. Мы равниваем открытку. Теперь у нас получилась открытка необычной формы. И здесь легко можно написать какое-нибудь послание. Буду использовать Винков Стелла. Это прозрачный жидкий глиттер. Очень-очень мелкий. Ложится тонким слоем. Я решила показать вам поближе, как выглядит открытка и как это все блестит и переливается. Я надеюсь, вам на камеру это видно. Как блестят зайки, как переливается фон. Вот теперь все. Открытка ко дню Святого Валентина у нас готова. Открыточка получилась совсем небольшого размера, но этим она мне нравится, потому что для меня Валентинка это все-таки что-то очень маленькое, уютное, интимное. И надеюсь, что вы попробуете сделать что-нибудь в этом же духе и обязательно поучаствуйте в нашем совместном проекте. Жмите «Мне нравится», если видео вам понравилось. Увидимся с вами скоро. До новых встреч. Пока-пока.